МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Диасна Спаев, сурдопереводоксона Отечка и коротко о главном в сегодняшнем выпуске. Преданные делу. Свой профессиональный праздник отмечают государственные служащие. О том, как поздравили виновников торжества в Кустанай, смотрите в сегодняшнем выпуске. В мире согласия. Сразу пять кустанайских общин в этом году отмечают юбилейные даты. Организаторы обещают удивить граждан насыщенной праздничной программой. Быстрее, выше, сильнее. Торжественное чествование тех, кто прославляет нашу регион на спортивном поприще, состоялось уже Старс-Сарая. Президент Хасамжамарт Токаев опубликовал на своей странице в Твиттер поздравления с Днем государственного служащего и Днем полиции. Поздравляю с профессиональным праздником госслужащих и полицейских. Для построения справедливого государства каждому из вас нужно стать примером подлинного патриотизма, честности и ответственного отношения к делу. Ваши знания и опыт должны служить на благо народа, написал президент. Хасамжамарт Токаев принял министра просвещения Ганибе Симбаева. Глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране. Президенту было доложено, что с сентября текущего года заработная плата педагогов дошкольного образования повысится на 30%. До конца этого года планируется открыть 81 тысячи новых мест в детских садах. 98 тысяч детей и социально уязвимых слоев населения будут обеспечены бесплатным питанием. По словам министра просвещения, совершенствуется процедура аттестации педагогов. Профессиональная компетенция педагога будет оцениваться только через предметные знания, а результаты деятельности на основе образовательных достижений обучающихся. Ганни Бесимбаев также доложил, что с 1 сентября этого года обучающиеся первых четвертых классов будут полностью обеспечены бесплатным питанием. Планируется оснащение всех организаций образования тревожными кнопками, лицензированной охраной, турникетами и системами видеонаблюдения с подключением к Центрам оперативного управления. Главе государства был представлен проект концепции развития сельских школ. В 2023 году 80% студентов технического и профессионального образования обучаются на бесплатной основе. В том числе с сентября текущего года стипендия будет увеличена на 50% с заведением в 2024 году до 100%. В первые предприятия участвуют в целевой подготовке кадров с условием обязательного трудоустройства выпускника колледжа. В Алматы состоялась первая встреча секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии и России. На входе которой с приветственным видеообращением к участникам выступил президент Казахстана Касмжимарт Токаев. В своем приветственном видеообращении к участникам форума президент Казахстана Касмжимарт Токаев отметил, что в современных реалиях важнейшей задачей для нашего региона является сохранение стабильности и укрепление безопасности, что предполагает эффективное прогнозирование угроз, оперативную выработку превентивных мер реагирования и качественно новых интегрированных подходов. Президент заявил, что механизм встреч секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии и России будет содействовать формированию конкретных подходов и решений в данном направлении. Глава государства добавил, что особое внимание следует уделить борьбе с наркобизнесом, который тесно переплетен с международными террористическими группировками, транснационально организованной преступностью, религиозными радикалами. В ходе встречи секретари Советов безопасности рассмотрели конкретные сферы сотрудничества, исходя из текущей международной ситуации и национальных интересов стран региона. Президент посвятил спектакль «Жоши Хан» Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени Куанышбаева. Постановка состоит из двух частей – «Чингисская Орда» и «Казахская Орда». Основная линия сюжета посвящена истории взаимоотношений между Чингисханом и его сыном Жоши Ханом. Спектакль воссоздает жизненный путь Жоши Хана, объединившего тюркские племена в Великой Степи в единый народ, основавшего свою Орду в Лотал и возвысившегося до титула Жоши Хана, заложившего основы становления казахской государственности. Автором исторической драмы выступил известный писатель-драматург Думан Рамазан, режиссером-постановщиком, заслуженный деятель Казахстана Булат Узаков. После просмотра президент побеседовал с автором произведения и труппой поздравил с успешной постановкой. Президент сообщил о своем решении присвоить театру статус национального. Соответствующий указ будет опубликован в октябре в преддверии Дня Республики. День государственного служащего отметили в Кустанае. В торжественной обстановке три молодых госслужащих приняли присягу. А лучших специалистов, которые трудятся в рядах госслужбы, не один десяток лет наградили почетной грамотой от имени Акима области. Кроме того, в юновнике торжества были удостоены нагрудных знаков. Подробности. Для Азамата у Розалеева сегодня день особенный. Он официально вступает в ряды государственных служащих. Говорил, мечтал приносить пользу обществу. Впереди его ждет ответственная миссия – служить народу и усердно работать на благо процветания страны. Нас трое. Двое являются с управления, с Кустанайской области. А я приехал из города Лисаковска. Почему я выбрал государственную службу? Наверное, потому что с детства родители прививали во мне чувство долга государству. И у меня было всегда помогать, наверное, людям. И с того момента, наверное, и пошла у меня помощь народу. Как-то это служение государству идет во благо государства. Ну и с того времени я только как универ закончил по юриспруденции. И решил поступить на государственную службу и помогать, так скажем, народу. На торжественном собрании лучших в своем деле, что отдали работе на государственной службе не один десяток лет, наградили грамотой от имени Акима области. Все эти люди своим примером и ежедневным трудом на благо страны доказывают, каким должен быть государственный служащий. Работа на государственной службе – это престиж, но в то же время большая ответственность для каждого из нас. Укрепляется кадровый потенциал государственной службы с привлечением новых управленцев, прошедших отбор в соответствии с принципами милитократии и открытой конкуренции. По принципу милитократии только с начала текущего года в местных исполнительных органах назначены более 50 человек. Внедрено прямое назначение на высшие должности корпуса «Б» из конкурса по согласованию с агентством, а также прямое назначение лучших выпускников, окончивших учебные заведения с высокими показателями. В районы и села без конкурсного отпора на низовые государственные должности. Цель укрепления кадрового потенциала сельских территорий необходимыми специалистами сегодня также продолжает действовать программа с дипломом в село. Сегодня в регионе в рядах государственных служащих трудится целая армия – более 5000 человек. Представителям этой сферы сегодня особые требования и строгий отбор – быть всесторонне развитым и политически подкованным. Хочу отметить, что служащий честный и добросовестно работающий во благо страны и общества выступает своего рода социальным эталоном образцового гражданина и примером подлинности любви к родине. Выслуживающийся качество совершенного человека, который Абай определил чертами – сильная воля, светлый ум, доброе сердце. Эти качества могут существенно способствовать профессиональному и личностному развитию. На мероприятии чествовали и ветеранов государственной службы, опыт и знания которых по сей день будто методическое пособие для молодых. Наград удостоились дети, участвовавшие в различных конкурсах. Благодарственные письма получили представители средств массовой информации. Алмажана Мангельдинова, Диаз Бесиенов, телеканал Кустанай. Уже в следующем месяце на Аркалыкской ТЭЦ планируется провести запуск котлов для того, чтобы испытать турбоагрегат, который был установлен в 2020 году. А в сентябре планируется получить паспорт готовности на новый теплоисточник на предстоящий отопительный сезон. Какие масштабные работы были проведены, чтобы перевести ТЭЦ на уголь накануне, рассказали специалисты. Масштабные работы по реконструкции системы теплоснабжения с самого южного города начали еще в 2019 году. Проект, который активно обсуждали и ждали несколько лет, дорогостоящий и долгосрочный. Специалисты управления энергетики ЖКХ подробно рассказали хронологию, как велись работы на теплоисточнике. Тот отопительный сезон, я неоднократно был на этом самой ТЭЦ, что в том году, который прошел уже отопительный сезон, 22-23 год, полностью мы, получается, его отопили комбинированным у нас был вид топлива. Но львиную долю это у нас был уголь. Где-то порядка 35-38 тысяч тонн угля было израсходовано в этот отопительный сезон. У нас были, конечно, полноценно работали у нас водогрейные котлы, паровые котлы. Мы периодически приостанавливали, потому что в рамках пускалоначальных работ необходимо было приостановить. То есть внутри мы меняли паропрегреватели, где-то меняли самустройство. Когда мы приостанавливали паровые котлы, мы запускали именно на старом хозяйстве паровые котлы. Это не весь отопительный сезон. Потом мы опять же отключали мазутное хозяйство и опять запускали именно на угле. Этот год мы планируем уже начать полностью полноценную, уже на угле полноценную. Ведомстве заверили, что все дефекты при проведении пусконаладочных работ, выявленные контролирующими органами и экспертными организациями, устранены в полном объеме за счет средств подрядной организации. В целом, подчеркнули, отопительный сезон 2022-2023 годов прошел в штатном режиме. В процессе работы, да, объект большой. Были недоработки как со стороны подрядчика, так и со стороны проектного института. По ходу они устранялись. Самая главная проблема в том, что мы не могли запустить турбогенератор. Турбогенератор из-за того, что тот объем пара, который был необходим для запуска турбогенератора, мы не могли выработать. И качество пара, чтобы он заработал, тоже не могли запустить, потому что солисодержание сильно высокое было. Разные причины были. И подрядчик приглашали, и проектный институт приглашали. Экспорты из других городов приезжали, в частности, с Астаной. И лаборанты приезжали, и инженеры приезжали. Не могли найти причину. Начали первый год, мы завершили отопительный сезон, но все равно ТЭС работала. Потому что там три паровых, два водогрейных. В июле этого года на Ракалыкской ТЭС планируется провести запуск котлов для испытания работы турбоагрегата, который был установлен в 2020 году мощностью 2,5 мегаватт. Для покрытия собственных нужд. А в сентябре планируется получить паспорт готовности на новый теплоисточник на предстоящий отопительный сезон. Стоит отметить, что строительство новой ТЭС на угольном топливе позволило снизить затраты на приобретение топлива в несколько раз. Диасна Спаев и Тимирлан Джамбулов, телеканал Костанай. Более 2 миллиардов тенге выделили на обновление пожарной техники в области. На эти средства приобрели 50 тракторов, более 20 пожарных машин и 38 единиц автортранспорта. Кроме того, на территории лесного фонда региона в качестве альтернативы наблюдательным вышкам установлено 34 камеры круглосвучного наблюдения. Какие еще меры безопасности внедряют в регионе, расскажет наш корреспондент. С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области произошло 26 возгораний с общей площадью 290 гектаров. Ущерб составил около 6,5 миллионов тенге. В этом году за счет средств областного бюджета в регионе закуплено 50 тракторов, более 20 пожарных машин, 38 единиц автортранспорта и навесное прицепное оборудование. На вышках установлены 34 камеры видеонаблюдения. Проведена и определенная работа в части привлечения в лесную отрасль квалифицированных кадров. Об этой проблеме мы все знаем. На сегодняшний день повышение заработной платы с начала 2023 года составило 57%. Увеличение штатной численности было на 450 единиц, доведено до 1230 единиц сотрудников. В целом, согласно материалам лесного устройства, проводятся все необходимые профилактические предупредительные мероприятия. На сегодняшний день проведено устройство минерализированных полос в объеме 158 километров, а также уход за 7 тысячами километров минполос. С осени прошлого года лесники проводят аудит сгоревшего зеленого массива Аулюкольского района. На территории работают более 130 человек. По подсчетам, общая площадь сгоревших участков составляет 4600 гектаров. Кроме того, идет заготовка древесины. Как говорят специалисты, технической мощности и рабочих бригад для такой масштабной операции недостаточно. По состоянию на 20 июня общая площадь отведенной гари составляет 4601,9 гектар, что примерно 14% от покрытой лесной площади, пройденной пожаром. В связи с этим мы обратились за помощью в выделении специалистов комитета лесного хозяйства и животного мира подведомственных ими учреждений лесного хозяйства для проведения работ по отводу и таксации лесосек, а также в управление других регионов. Соответствующие письма были направлены. Лесовосстановительные работы продолжаются. В этом году план посадки лесных культур составляет 7 тысяч гектаров. Весной было высажено 11 миллионов сеянцев. Из областного бюджета на эти цели выделили 606 миллионов тенге. Касательно проведения лесовосстановительных работ на площадях Гарри, в соответствии с правилами воспроизводства лесов и лесоразведений и контроля за их качеством, утвержденных приказами Минсельхоза, лесные культуры должны создаваться на вырубках давностью более 2-3 года, на которых в течение предельно допустимого срока не произошло естественное возобновление. Первые два года предусматриваются для проведения работ по расчистке Гарри и возможности естественного восстановления леса. Если по прошествии этого времени естественного возобновления не будет, то следует переходить к посадке. Поэтому на площадях Гарри посадка будет после расчистки с учетом естественного возобновления, что позволит снизить как трудовые ресурсы, так и материальные. Ежедневные рейды проводят в зеленых массивах области. Лесная охрана на постоянной основе регистрирует факты нарушения. С начала пожароопасного сезона к административной ответственности привлечено 15 человек. Взыскано 10 штрафов на сумму 448 тысяч тенге. Предъявлено 6 исков на возмещение ущерба. Айдана Папанина, Олжас Ясенжигитов, телеканал Кустанай. Полиция задержала группу вымогателей в Кустанае. В ней состояло три молодых человека. Их жертвой стал 21-летний местный житель, сообщает пресс-служба департамента полиции. Вымогатели требовали у него денежные средства в размере 6 миллионов тенге. Удерживали потерпевшего на съемной квартире. Вывозили его за пределы города, где избивали и угрожали физической расправой, рассказал начальник УБОП департамента полиции Кустанайской области Серик Байгонов. Вымогателям удалось завладеть деньгами в сумме 1 миллиона тенге. Но они продолжали требовать потерпевшего деньги. Мужчина обратился с заявлением в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые. Двое участников группы арестованы, третий находится под домашним арестом. По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям. 194-я часть трейси – вымогательство в крупном размере. И 126-я часть вторая – незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сковору. 2,5 килограмма гашиша, оружие и внушительная сумма денег в инвалюте, изъяты у рудничанина. С 1 июня на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасура», направленное на противодействие культивированию, саготовке и вывозу конопли из южных регионов страны. А также пресечение деятельности ОПГ, специализирующихся на распространении наркотиков, в том числе их новых видов. За истекшей миссией спецоперации «Карасура» полицейскими выявлено 221 преступление, в том числе 83 факта сбыта, 29 незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере, 82 факта культивирования наркосодержащих растений. Выявлено 4 нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято более тонны наркотиков, в том числе 614 килограмм марихуаны, 29 килограмм гашиша, 4 килограмма синтетики и около 1 килограмма героина, сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскар Мухаммед Калеев. В этой сфотке фигурирует и Костанайская область. У рудничанина изъяты 2,5 килограмма гашиша. Кроме наркотиков, у задержанного обнаружен боевой пистолет, обрез охотничьего ружья и более 200 патронов. Значительная сумма денег в тенге и долларах США. В мире и согласии. Сразу пять кустанайских общин в этом году отмечают юбилейные даты. Праздничная программа рассчитана на два дня. В первый день провели республиканский форум, который посетили представители Североказахстанской области и столицы. Во второй день гостей и жителей региона ждал красочный фестиваль, состоящий из ярких номеров разных народов. Подробности. Круглые даты в этом году отмечают сразу несколько общин областной ассамблеи народа Казахстана. 30-летие еврейское, украинское и армянское. 25-летие русское, 20-летие таджикско-узбекская община. Совместными усилиями они подготовили для своих земляков и гостей насыщенную программу. Одним из важных мероприятий стал большой форум с участием представителей этнокультурных центров из других областей. Ювеляры, те общины, которые прошли определенный, скажем, путь временной существования, они делают небольшой отчет, делятся опытом, что очень важно. Потому что не поделиться опытом невозможно понять, как работает тот или иной центр. У каждого есть свои наработки. Это бесценная информация, которая дорогого стоит. Поэтому сегодня интересное обсуждение в диалоговой площадке, в дискуссионной. Гости из Североказахстанской области приехали со своей программой. Удивлять будут как танцами, так и песнями. По словам представителей, данная встреча – это не только обмен опытом, но и яркими и положительными эмоциями, которые они готовы сегодня дарить друг другу. Форум прошел на очень хорошем организационном уровне. Здесь был ряд ювеляров, которые рассказали о своей деятельности, и армянский центр, русский центр, еврейский центр, ту работу, которую они проводят. Мы взяли для себя опыт и поделились своим опытом. Например, в Североказахстанской области открыта АНК «Кидз» – это для детей 6-10 лет. Непосредственно дети с малого возраста, всех этносов проводят летний лагерь в течение 10 дней, где делятся уже своими традициями, навыками и понимают, что казахстанская идентичность – это в первую очередь. И такими практиками мы делились в первый день форума. Сегодня проходит фестиваль, куда мы привезли также нашу делегацию, коллектив «Энтемак», который будет сегодня представлять на фестивале нашу область. Одним из ярких и знаковых выступлений на фестивале стал танец артистов в национальных костюмах разных этносов. Музыкальное сопровождение придало номеру еще больший колорит. Всеми любимая песня «Камажай как нельзя кстати» вписалась в атмосферу всего мероприятия. Помимо красочных и задорных танцев, зрители порадовали веселыми песнями. Гости мероприятия словно были готовы пуститься в пляс. Энергетика и эмоции, которые исходили от артистов, сумели зажечь весь зал. Данные мероприятия – это лишь начало, говорят организаторы. Ведь мир, единство и согласие, которое царит среди всех общин и этносов страны, в частности и Кустанайской области, способно дать новый импульс в развитии многонационального Казахстана. Алмажана Мангельдинова, Тимирлан Джамбулов, телеканал «Кустанай». Быстрее, выше, сильнее. Лучших спортсменов области чествовали в Международный день Олимпийских игр. В Жастар-Сарая собрались самые титулованные чемпионы. Они рассказали о своих достижениях и победах в мире спорта. У каждого участника международного первенства есть свой путь, своя история восхождения на пьедестал. Подробнее в следующем сюжете. Олимпийское золото – главная цель каждого спортсмена. Стать чемпионом мира – задача не из легких. Это долгие часы тренировок, кровавые мозоли и травмы. Наши земляки не раз поднимались на пьедестал почета. Их имена известны каждому жителю области. Сегодня олимпийцы собрались в Жастар-Сарая, чтобы встретиться с молодежью. Молодые спортсмены хотят пообщаться уже с состоявшимися спортсменами, с чемпионами мира, с олимпийскими призерами, с участниками олимпийских игр. Молодые спортсмены зададут свои интересующие их вопросы уже ставшими звездами в мировом спорте. Также мы хотим отметить молодых спортсменов, которые уже достигли каких-то результатов в мире, в области, разрядников, мастеров спорта небольшими денежными сертификатами к Международному олимпийскому дню. В холле филармонии собрались как опытные, так и подающие надежды спортсмены и их тренеры. Руководитель управления физической культуры и спорта Мурат Кентонов отметил, что изюминкой мероприятия стали родители участников, ведь, как известно, за спиной каждого олимпийца стоят его мама и папа. В карьере уже зрелых спортсменов семья и родители играют огромную, решающую роль. Поэтому сегодня я хотел бы просто поблагодарить родителей, которые сюда пришли за их бесконечную веру, за заботу за наших детей, за поддержку трудной минуты и просто чтобы есть. А молодым спортсменам желаю не останавливаться на достигнутом, идти к своей цели. Свою благодарность родителям выразила и чемпионка мира по пауэрлифтингу Турсунай Кобыл. Девушка рассказала о своем детстве, о любви к спорту и вере в победу. Были в ее жизни и сложные периоды. Пять лет назад Турсунай Кобыл попала под автобус, перенесла две сложнейшие операции. Врачи хотели мне ампутировать руку и сказали, что у тебя ничего не получится. Я все равно вернулась в этот спорт и продолжаю дальше заниматься. Поэтому я желаю каждому из вас, родителям, вы прошу давать своим детям мотивацию, поддержку. На мероприятии присутствовали такие спортсмены, как Денис Кузин и Виталий Пухкало. Встреча прошла в неформальной обстановке. Все желающие могли задавать интересующие их вопросы. Звезда женского бокса Надежда Рябец отметила, что в профессиональном спорте трудностей много. Их чемпионка мира советует преодолевать, несмотря ни на что. Я скажу молодежи, чтобы они занимались спортом, вели здоровый образ жизни, слушались родители, ценили, уважали то, что они для них делают. И всегда добивались поставленной цели и всегда шли до конца, несмотря ни на какие преграды. Виталий Пухкало участвовал в Олимпийских играх. Дважды знаменитый казахстанский лыжник считает, чтобы достичь высоких результатов в спорте, человеку необходимо упорство, терпение и выдержка. Хочу пожелать всем здоровья крепкого, не бояться заниматься спортом. За счет спорта можно очень многого добиться. Очень много тренироваться и идти к цели ставить. В кульминации мероприятия стала церемония награждения. Всего отметили 50 участников. Грамоты, цветы и денежные сертификаты получили тренеры, спортсмены и их родители. Айдана Папанина, Олжас Есенчигитов, телеканал «Костанай». Ну а к этому сейчас у меня все. До встречи в следующем выпуске новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова